всем большой привет рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу показать результаты по моему проекту project pain за июль месяц какие-то продукты успели закончиться по каким-то результат вышел не очень хорошим ну давайте буду показывать то что имеем и первое что хочу вам показать это вот такой вот крем с spf я летом не пользуюсь тональными кремами и в этом году взяла обычный прозрачный spf от виши без оттенка и он у меня неплохо так пошел мне нравится этот spf он довольно таки легкий и хорошо защищается от солнца у меня кожа склонна к появлению пигментных пятен и вот за этот промежуток времени за два месяца лета у меня не появилось новых пятен и результат по нему вышел вот такой здесь ушло где-то порядка сантиметра может быть чуть поменьше расходуется он экономично и думаю что до конца года я смогу его закончить летом я также мало пользуюсь тональными продуктами я не использую тональный крема но довольно таки часто использую консилер и консилер в проекте у меня от ellen pro он у меня в оттенке 102 ivory давайте наверное в этом отчете я также буду показывать сводч на продукты которые у меня участвуют не знаю конечно как будет полезен этот сводч потому что продукты ellen pro достать довольно таки проблематично да и я думаю что смысла особого нет вот так вот выглядит оттенок хороший консилер мне он нравится он довольно таки легкие на лето мне подходит просто отлично не ржит он хотя кажется немного темноватым хорошо распределяется мне он понравился и в прошлый раз я его отмечала по такой линии отстаивания он был на вот этом уровне и сейчас эта линия вот сюда вот переместилась также ушло где-то но чуть поменьше сантиметра здесь довольно таки много консилера и надеюсь что также его все-таки смогу до конца года закончить по тональным продуктам по кремовым у меня больше нет ничего в проекте пока участвует из сухих продуктов вот такая вот пудра от divash true color она у меня в оттенке 02 ivory довольно таки нейтральный оттенок такой светлый и пудра сейчас выглядит вот таким вот образом я в этом месяце налегала на нее по объективным причинам у меня отвалилась крышка у нее и пудра пошла куда активнее я перестала пока используется пудру от романовой из проекта 50 использования и вот активно добиваюсь сейчас вот эту пудру выглядит она вот таким вот образом донышко хорошо так расширилась и я думаю что за следующий месяц я смогу ее закончить к слову в следующий месяц по поводу отчета я не знаю когда я вас могу снять либо все таки я также уложусь в конец августа либо может быть это будет начало сентября потому что мне предстоит переезд поэтому если я немного запоздаю с отчетом уж извините вот на пудру выглядит сейчас вот таким вот образом пудра пыльная средняя по качеству я бы наверное не стала ее повторять в будущем так по сухим продуктам у меня также в проекте участвуют вот такие вот румяна от менли про они у меня в оттенке b5 эти румяна мне очень нравится я их задействует довольно таки часто и выглядят они сейчас вот таким вот образом я их хорошо поиспользовала в этом месте не знаю конечно будет ли виден результат но думаю что по рисунку есть какие-то изменения потому что задействовал я их часто это одни из моих любимых румян здесь красивый оттенок вот так вот он выглядит довольно таки светлый но на коже смотрится очень красиво и ярче чем на сводчах вот так вот выглядит румяна мне они нравятся продолжу ими пользоваться далее и конечно не питаю иллюзии что до конца года смогу их закончить но если что перейдут на следующий год они также по сухим продуктам для лица это все далее что хочу показать давайте наверное это будет пустышка покажу вам вот такой вот тушь от clorans мне очень нравилось это тушь она хорош хороший объем давала удлиняла также хорошо это новинка она только недавно поступила на наш рынок в черном оттенке было здесь классическая щеточка здесь еще конечно есть немного туши но она уже не прокрашивает так хорошо она удлиняет но при этом объема мне становится недостаточным и приходится делать несколько взмахов по ресницам не всегда удобно поэтому она уже начала подсыхать и отправляю ее в пустышки она мне послужила довольно таки долго с марта месяца поэтому думаю что она уже отработала свои это первая пустышка так ну и раз начали по пустышкам давайте далее также вам покажу вот такой вот окрыт за карандаша это был карандаш от ellen pro коричневый по моему в сто втором оттенке он у меня полностью закончился вот так вот он выглядит сейчас и замеры по карандашам я делаю вот в такой вот тетрадки и по карандашу сейчас он выглядит вот таким вот образом и за это время ушло здесь порядка наверное двух двух с половиной сантиметров я им очень активно пользовалась я его старалась добить в этом месяце и в качестве стрелки задействовала и в миша ресничку хороший карандаш но рада что он у меня также закончился так и раз уж начала по карандашам давайте буду далее их показывать покажу вот такие вот два карандаша для глаз один у меня от бьюти бомб из коллекции уфа он здесь никак не изменился даже не буду показывать замеры в тетрадке я им не воспользовалась за это время ни разу не было как-то у меня повода выглядит карандаш стрелки не делала с ним и еще исходя из того что поменяла палетку в проекте project pen 50 использования туда этот карандаш к той палетке подходит не самым лучшим образом поэтому пролежал у меня за этот месяц не задействовано а вот этот карандаш от или он он у меня в оттенке 06 я задействовала очень часто это очень красивый оттенок зеленого давайте наверное также сводчик покажу на этот карандаш вот таким вот образом он выглядит очень стойкий красивый карандаш но он очень яркий не под все макияжи подходит и не всегда могу ходить так на работу вот так вот он выглядит вот таким вот образом переливается красивый здесь и в голубой в зеленый в розовый и вот этот шестой карандаш от или покажу сводч сначала тогда очень красивый оттенок зеленой травы вот так вот он выглядит мне он нравится в нем есть мелкие блесточки но они незаметны этим карандашом хорошо делать и стрелку и в слизистый он неплохо смотрится хорошо смотрится но не всегда очень хорошо держится по стойкости и за этот месяц у меня его ушло вот такое вот количество здесь ушло порядка где-то миллиметров четырех вот так вот выглядит сейчас мне нравится этот карандаш продолжим пользоваться не знаю конечно смогу ли я его также до конца года использовать или нет но мне он по своим качествам очень нравится по карандашам у меня в проекте также участвуют вот такие вот два карандаша от провок 801 оттенки и от vivienne sabo в 02 давайте начну с vivienne sabo вот такой вот здесь оттенок вот так вот он выглядит вот таким вот образом красивый теплый нюдовый оттенок мне нравится и я его задействовала совсем минимально здесь ушел наверное где-то миллиметр может быть раз-два я им воспользовалась ни разу не затачивала здесь расход получился минимальный и карандашом от провок я также не часто пользовалась потому что в этом месяце я купила еще новые карандаши для губ их задействовала но вот два раза два три от провок я также задействовал карандаш вот таким вот образом он выглядит и здесь ушло где-то миллиметра два три вот так вот он выглядит продолжаю пользоваться этими карандашами не знаю закончится они до конца года или нет потому что здесь еще довольно таки хорошее количество их остается но продолжу их использовать так и давайте следующее что покажу это будут продукты для губ у меня в проекте участвуют вот такая вот бальзамная помада от be color в 0 5 оттенке вот так вот она выглядит здесь такое сердечко помада клики расход довольно таки проблематично будет отследить только лишь наверно когда она полностью закончится здесь прям ярко такой барбишный розовый оттенок вот так вот она выглядит хорошая бальзамная помада у нее есть такая сладковатая легкая душка не часто ее задействовал может быть раза три но вот пока оставляю в проекте довольно много продуктов для губ в проекте поэтому задействуются они не так часто по вот такому бальзаму от ok beauty тоже расход почему-то незаметен хотя задействовал я его часто вот таким вот образом он выглядит это легкий такой бальзам я не могу его назвать блеском потому что какой-то водной глади он не дает при этом хорошо охлаждает губы мне он понравился принципе неплохой такой для домашнего использования но вот в качестве блеска я бы его не рассматривала так по этим продуктам расход не очень хороший вышел и давайте покажу то что довольно таки с явным расходом получилось это блеск от менли про нектар в оттенке lg6 этим блеском я пользовался уже заметно чаще здесь ушел где-то сантиметр блеска он довольно таки яркий красивый на губах делает такое очень глянцевое покрытие больше похож на лаковую помаду хороший по стойкости мне он очень нравится и хорошо увлажняет губу вот его задействовал я довольно таки часто в этом месяце и по продуктам для губ у меня в проекте также участвует вот такой вот бальзам от шик я его задействовал довольно таки часто но не знаю будет ли виден по нему расход сейчас он выглядит вот таким вот образом я им часто пользовалась но лично по моим ощущениям его там еще очень много и расход практически я думаю что будет незаметен мне нравится этот бальзам но вот в следующем месте я думаю что буду делать упор именно на него чтобы его закончить там что у него уже поджимают сроки годности так и по продуктам для глаз у меня в проекте участвует вот такой вот пигмент от там это ну-ка в оттенке монарх его я задействовала в этом месяце раза два три наверное раза три и сейчас он выглядит вот таким вот образом красивый яркий пигмент серебристые блёсточки на такой чуть розоватой базе мне он очень нравится и думаю что до конца года он у меня тоже сможет закончиться какие другие пигменты рассыпчатые пока брать не планирую продолжаем также пользоваться и покажу еще также пустышку у меня вот в такой вот монетки от там это ну-ка до этого был оттенок очи услада 025 оттенок он был из палетки девноглазо блудный кот и он у меня закончился я сюда перепрессовала другой пигмент честно говоря не помню его название но вот так же его возьму в проект час его посвочу покажу как он выглядит вот таким вот образом он выглядит и давайте где-нибудь его посвочу это красивый коричневый такой оттенок нюдовый на сероватой базе с легким розовым таким отблеском очень красивый если интересно что за оттенок может быть поищу баночку если осталось кому-то в комментариях тогда напишу хороший красивый оттенок постараюсь его задействовать тем более осенью мне нравятся такие оттенки буду его использовать и поскольку мы перешли к продуктам которые беру на замену в этом проекте у меня закончилась тушь от clorans я на замену хочу взять вот такой вот тушь от vivienne sabo femme fatale я уже как-то брала такую тушь уже пользовалась хорошая тушь но вот я ее сейчас вскрыла она у меня была новая и мне кажется что она как будто бы то ли немного подсохла здесь но вот попробую в этом месте если с ней будет что-то не так то в следующем месте я ее заменю и почему-то здесь какая-то как будто искривленная щеточка до этого по моему была ровная это тушь по крайней мере предыдущая версия которая у меня была она делала хорошее удлинение на ресницах давала средний объем мне она нравилась и она довольно таки долго у меня была в использовании надеюсь что это все таки мне сможет послужить так и на замену даже не на замену хочу взять в проект вот такой вот гель от пусть и это гель и бровей я его купила относительно недавно но может быть месяца полтора назад еще покажу его также в покупках не скажу что задействовала его очень часто но здесь его осталось вот такое вот количество я сделаю здесь вот маленькую засечку здесь практически половина такое ощущение как будто он испаряется если вот кто-то пользовался этим гелем буду рада почитать ваши комментарии как быстро он у вас заканчивается я думаю что может быть месяца два и он у меня закончится боюсь что он испаряется поэтому возьму его в проект что почаще его задействовать и на этом по продуктам это все если вы также чем-то пользуетесь с того что я показала в видео буду рада почитать ваши комментарии также буду рада вашей поддержке лайком потому что сейчас у многих зрителей идет замедление youtube я не заметила по крайней мере по себе что видео какие-то замедляются но буду рада если вы меня поддерживать лайком и комментарием и на этом все всем пока что